Дневной разворот в Кирове продолжается. 12.08 в нашем городе заведут передачу Николай Голиков и Владимир Сметанин. Давайте в нескольких словах подведем все-таки итоги нашего опроса. С первого часа мы беседовали с Романом Бересневым, руководителем Федерации профсоюзных организаций Кировской области. Опрос был следующим. Своим работодателем я и пять вариантов ответа полностью доволен, я им доволен, я им недоволен, я им крайне недоволен. Ну и последний вариант, я сам себе работодатель. На странице ВКонтакте я сам себе работодатель, этот вариант выбрали 22%, цифра эта не изменилась. Ну а там лидирует вариант ответа доволен в целом 36% и на сайте kirova.ru ситуация следующим образом складывается. Вариант недоволен лидирует 36%. Хорошо, мы переходим к нашей следующей теме, вернее к нескольким темам, которые мы собираемся осветить благодаря нашему гостю. Сегодня у нас в студии Константин Сичихин, член регионального штаба Общероссийского народного фронта, член общественной палаты Кировской области. Константин, добрый день. Добрый день. Добрый день. Сегодня тоже хотим поговорить по нескольким актуальным темам. Это и подготовка города к зиме, не за горами она. Ну я уже говорю, я сегодня иду по улице. Уже поздравляют нас с наступающим 18-м годом, приглашают там одно из кафе, все уже праздничная программа в полном разгаре. Как будет город чиститься грядущей зимой от снега, у меня прям врезалось это в память, цифры по прошлому году, вернее по прошлому холодному сезону, 350 кубометров снега, по-моему, тысяча снега. Должно было быть вывезено, якобы вывезли, деньги кончились и город утонул во всем. Сейчас вопрос встает сразу, деньги кончились, а нам еще жить в контракте с 17-го года, еще практически полтора месяца, ну ноябрь, декабрь. Это уже все контракт с 17-го года. Да, это все контракт с 17-го года, а если деньги кончились за два месяца, за два с половиной месяца, за январь, февраль и март 17-го года, то а где же брать деньги на сегодняшний день? Давайте, да, вот быстро очень скоро перейдем к этой теме, к зимнему содержанию. Перед этим анонсируем все-таки наши следующие темы, это и обманутых дольщиков, если будет время, сегодня скоснемся этой темы и доступности городской среды для лиц с ограниченными возможностями. Ну давайте, да, в зимнее содержание дорог, вот буквально сегодня все уже новостные ленты наши городские написали о том, что грядущей зимой у нас убирать город будут 175 единиц техники, как обычно информирует нас администрация областного центра. Якобы это на 14 больше, и договоры уже заключены с 8 подрядчиками. Ну давайте, вот исходя из этих данных, оценим ситуацию, с чем же мы столкнемся, будет ли лучше по сравнению с прошлой зимой. Или у вас подозрения, Константин, у вас и ваших коллег по поводу того, что будет происходить в холодное время года? Так я не думаю, что у нас что-то поменяется в следующем году только по той причине, что контроль. Мы же учитывали не технику, не содержание качества техники, которая выходила на улицу, а мы учитывали качество выполнения работы. За работу отвечает не водитель автомашины, там КАМАЗ какой-нибудь, да, а за работу отвечает на сегодняшний день администрация за качество контроля этих работ. Как заказчик. Да, как заказчики. Во-вторых, мы учитывали то, что у нас нет контроля за объемом вывоза снега, потому что измерение идет в кубах, и мы все понимаем, что эти кубы, они могут быть размытые. Мы просили, чтобы сделали измерение как минимум в тоннах и как минимум поставили на полигоны, которые считаются, ну, их трудно, конечно, я еще раз скажу, их трудно назвать полигоном, потому что они не приспособлены под полигоны, да. А это просто место складирования снега. Место складирования снега. Речь там идет, конечно, уже не первый год о создании некой муниципальной снежной свалки, снежного полигона. Давайте так, что та снежная свалка, которая под спецавтохозяйством находится, она муниципальная. Просто она передана в аренду по какому-то там ничтожному договору, да, на сегодняшний момент, который просто-напросто администрация не может расторгнуть. Мы этот вопрос тоже поднимали и просили, если земля же, она же не в собственности спецавтохозяйства, это собственность муниципалитета города Кирова. И мы говорили, если спецавтохозяйство не может правильно содержать, либо там контролировать, либо там есть какие-то проблемы, так расторгайте договор аренды, либо создавайте свою муниципальную организацию, либо передавайте другой организации. Так, ответ получили элементарный, я помню, в том году нам сказали, так мы не можем расторгнуть, потому что договор составлен таким образом, да, что нет момента для расторжения данного договора, да, и он будет существовать до окончания его срока. А какой срок? Вот, не вспомню, а то пойдет еще и бессрочный. Так вот, вопрос-то в том, что, а какой срок, конечно, вот сейчас интересно, мы вопрос задали, я не помню. Кстати, с точки зрения гражданского кодекса, не может быть договора, который нельзя расторгнуть. Я также согласен, но вот ответ был со стороны товарища Симакова, что данный договор мы расторгнуть пока на сегодняшний момент не можем. Ну, тогда извините, если вы не можете расторгнуть договор, так заставляйте подрядчика как минимум за этим полигоном следить, как минимум поставить там весовой контроль, потому что, ну, найдутся деньги, когда потребуется это все сделать, да, просто-напросто нет желания. На сегодняшний момент у прежней, можно сказать, администрации, я также так уже называю это все, потому что мы все понимаем, что изменения грядут, и изменения они будут. Надеюсь, что у новой администрации появится желание и возможности этой проблемой заняться. Но, опять же, это проблема. Простите, только вне зависимости от того, будет новая администрация или нет, уже надо сейчас уже задумываться об этом. Когда человек придет, уже там во многом сроке пройдут. Как нам объяснила Елена Васильевна, придет уже в начале ноября новый человек, то есть у него еще будет там пара дней? Да не будет у него пара дней, мы уже в ноябре в зиму входим, и какие тут пара дней максимум, что если, вот я еще не видел, чтобы они контракты отыграли на содержание уличной дорожной сети на 18-й год, потому что их как раз будут отыгрывать где-то там в ноябре месяце. Надеюсь, что если придет новый человек на сегодняшний день, что он резко займется этой проблемой, и сразу же эта проблема будет прорабатывать эти контракты с учетом тех рекомендаций, которые мы давали по 17-му, 16-му году. Мы в это верим, и по крайней мере пока тенденция, даже со слов новой главы, она любит ходить, она любит ездить на общественном транспорте, и надеемся, что в данной ситуации она нас не обманет, а по крайней мере тротуары будут намного чище в следующем году, да. Я уж про этот год ничего не говорю, так как год уже завершается, и тут надеяться на что-то лучшее нельзя, но мы всегда верим в лучшее и будем верить. Хоть с чего-то начать, там самый очищенный тротуар для Елены Ковалевой, по дороге здесь дома на работу, самая очищенная дорога, самый хороший автобус. Мы видим, что там, да, если начнется даже элементарная тенденция, там эти же автобусы, они просто-напросто не дымят, а ездят, и по крайней мере мы не видим вот это, как они коптят, да, это уже большой плюс будет, как говорится, для администрации, что они за свои слова отвечают и делают ту работу, которая следует, да, и надеемся, что это все будет появляться, а мы со своей стороны, как со стороны общественности, готовы помогать, и мы и так помогаем, просто к нам надо прислушиваться, и чаще прислушиваться. Конечно, тенденция меняется, к нам прислушиваются, но не на 100% из всех наших рекомендаций берется 15%, остальные 85% пока в стороне остаются. Как там, Александр Викторович Перескопов, он же несколько раз, прошлой зимой, весной, да и летом, грозил, должны, должны, обязаны, головой отвечаете, к 8 марта у нас, да, мы на шпильках должны пройтись по центру города. Понимаете, мы сейчас взялись... Где это исполнение всего этого? Мы вот просто даже элементарно берем сейчас примеры, вот недавно бывший наш начальник благоустройства и транспорта Симаков, Вячеслав Николаевич, он недавно у нас, а именно вчера нас сравнивал, город Киров сравнивал с городом Ижевском, да, и говорил, что вот смотрите, на город Ижевск сейчас на 18-й год потребуется 700, миллионов рублей на содержание и... На содержание дорожной сети, да? Да, на содержание уличной дорожной сети, и новый глава республики говорит, что этих денег хватит, они там командой посчитали, да, на 11, а при том, что уличная дорожная сеть Ижевска на сегодняшний день, это порядка 11 миллионов квадратных метров, да, но мы не поленились посчитать, сколько уличная дорожная сеть города Кирова, согласно тех контрактов, которые выставляли на 17-й год, у нас порядка 70,5 миллионов квадратных метров уличная дорожная сеть. То есть полтора раза меньше. Если мы берем элементарную с вами арихметику, да, берем вот 700 миллионов на 11, это порядка 62 рублей на квадратный метр требуется в год на содержание уличной дорожной сети в городе Кирове, да, умножаем 7,5 на 62 рубля, то у нас получается цифра примерно порядка там 500, даже поменьше миллионов рублей. На сегодняшний день, согласно всех сумм контракта, которые выделяются на содержание уличной дорожной сети, это порядка 400 миллионов. То есть почти. Почти, почти, вот если так цифры взять, у нас не хватает для, вот со слов некоторых лиц, у нас не хватает, на сегодняшний день всего 100 миллионов рублей, чтобы мы были в чистоте и в порядке, да, если нас сравнивают с Ижевском. Вот и охота понять-то все-таки, либо кто-то просто-напросто не договаривает по каким-то моментам, либо, правда, нет того контроля, который должен осуществляться, и мы на это сейчас будем давить просто-напросто, потому что мы видим, нам сначала говорили, что, извините, у нас только 10% с финансирования идет, а 90% не хватает на содержание уличной дорожной сети. Если даже мы берем элементарную арифметику, сравниваем город Киров с Хельсингом, да, то там, понятно, у нас в Хельсинге, по сравнению с бюджетом Хельсинга, у нас не хватает, у нас не хватает порядка там, мы посчитали, что на сегодняшний день... А почему именно со столицей Финляндии мы сравнивали? Ну, мы просто, ну, мы решили просто из открытых данных, там информация, которая есть, сколько денег выделяется... Обратство в европейском городе на содержание улицы. Да, на содержание улицы. То там, конечно, примерно вот на такой же объем надо порядка 1-2 миллиарда там идет, да. Но вот, по сути, у нас 50% по сравнению с Хельсингом не хватает, да. Но по сравнению с Ижевском, на то 18-й год, который у нас выделяется, то у нас не хватает по ихним показателям всего 100 миллионов рублей. Если мы увидим в 2018 году Ижевск в чистоте и в порядке, а мы будем жить в том же Ракурсе, в котором есть, как и есть, так вопросы будут не к подрядным организациям в первую очередь, потому что денег, по сути, должно быть хватать. Как минимум хоть на эти же 70%, а мы с вами живем-то точно не в чистоте в город, не 70% на сегодняшний день. Мы с вами видим, ну, максимум 30% того, что требуется, потому что улицы грязные. Пройдьте по проспекту строителей. Улицу недавно сделали, а обочины в каком состоянии находятся? Там грязи уже, там, ведрами можно выносить. Это не только на проспекту строителей. Да, ну, я примером просто... Вы во многих местах сделали новое вот эти вот... Та улица, которая... Нет еще больших дождей не было. Да, это больших дождей не было. А эта вся грязь, она же потом идет с вами во дворы, с дворов, еще куда-то, с обочин, и мы эту грязь несем домой, мы этой грязью дышим. Вот вопрос-то в чем. Либо кто-то недорабатывает, либо кто-то недоконтролирует в данной ситуации, ну, либо просто привыкли жить в том ритме, в котором есть те подрядчики, которые делают, и, наверное, часть денег лишний раз там лучше в другую сторону куда-то уводят, а по документам делают как есть. Вопросы есть, и надеюсь, что новое руководство, которое в ближайший месяц появится, ну, и глава на сегодняшний день, которую выбрали, они займутся этим проблемой. Пора нам сделать небольшую паузу. У нас в студии Константин Синчихин, член регионального штаба Общероссийского народного фронта, член общественной палаты нашего региона. Продолжим через полминут. Уже невеселые прогнозы какие-то мы строим, да? На 18-й год. Понимаешь, если чиновники будут своими речами традиционными? Да, конечно, нет. Понимаете, как бы положительный эффект, он всегда положительный, но, по крайней мере, мы с вами в рамках содержания уличной дорожной сети пока положительного-то ничего не видим. Что бы нам ни обещали в 2016-2017 году, мы не видим с вами нечистых улиц, мы видим с вами затопленные районы в ливне, мы видим, как смывает половина дворов, ну, не то что дворов, тротуаров и дорог на сегодняшний день, когда крупные ливни идут. У нас не работает ливневая канализация, как мы понимаем. И с этой проблемой это еще одна огромная проблема города Кирова. не только дороги, но и ливневая канализация, потому что это взаимосвязано, и это все может смывать. И, конечно, мы понимаем, что даже на одни же ливневые канализации, на очистку ливневых канализаций на год выделяется всего порядка миллиона рублей. Но это о чем? Это не та сумма, чтобы очистить ливневую канализацию, а потом на предотвращение всех катаклизмов из-за ливневых канализаций тратят суммы более 2-3 миллионов рублей. И также взять проспект строителей, когда ливневая канализация не справилась с объемом воды, которая пошла, и весь асфальт подняла. Так восстанавливались за счет кого? За счет бюджета и суммы были потрачены порядка миллиона рублей на восстановление. Не проще у нас все-таки как-то более разумно подходить к некоторым вещам? Или улица Комсомольская, о которой ваши коллеги в понедельник говорили, коллеги, имею в виду, по региональной группе с дорожным ремонтом. Огромные проблемы, проблемная местность. Да, и снова затекло все, говорят. И это системный подход, и этот системный подход, его надо решать на сегодняшний день. Он как бы, понимаете, это не точно, это мы уже начинаем и будем говорить, что подходить к инфраструктуре города надо системно. Надо, да, все необъятное не объять, но все-таки надо как-то брать какие-то небольшие микрорайоны, и эти микрорайоны прорабатывать, смотреть подвязки к этим микрорайонам, работать с новыми микрорайонами, где у нас лимоневая коллинизация не просчитана, не прокладывается, да. И все-таки смотреть в рамках содержания, потому что, ну, у нас есть проблемы сейчас, там новые подрядчики устроили новые микрорайоны, улицы до сих пор не сдали на баланс города, да. Вопрос, как эти улицы содержать, это тоже одна из проблем, которая есть. И для нового главы администрации проблем-то будет не меньше, а намного-намного больше. Я не очень понял, не сдали на баланс города, улицы, они сейчас числятся на строителях? Они сейчас, вот, вопрос, они сейчас без хозяина. Это выявили, это в какие районы? А эта проблема, соответственно, не будет и контрактов на их строительство. Да, эта проблема выявилась в рамках общественного обсуждения 25-го числа, когда БКД безопасной и качественной дороги обсуждали. Там приходили люди и задавали вопрос, вот почему улица современная не огребается, почему нет дорожных знаков, почему... Это улица современная, это южный микрорайон. Да, это микрорайон Зиново, застройщик там, и администрация дословно говорит, нам застройщик на сегодняшний день улицу современную не сдал на баланс. А там новая школа, там КЧУС, а там новая школа на сегодняшний день, да. А улица не на балансе находится. Также улица Рудницкого с другой стороны, по сути, она в черте города Кирова, но ее восстанавливали за счет, ну, там, новой микрорайон, ее восстанавливал тоже КЧУС. Она тоже, оказывается, там частично какие-то проблемы с балансовой принадлежностью есть, да. Тем самым дорожные знаки не имеют права устанавливать администрацию, не имеют, так как не на балансе, чистить не имеют, не имеют, так как улица не находится на балансе. А там новый микрорайон, там многочисленные, ну, как-то, много, по крайней мере, крупные дома, очень большое население. Густонаселенный. И плюс еще, давайте не будем забывать, у нас там социальные объекты, детский садик, не один детский садик, ну, в том, на современный один детский садик, одна новая школа, да. На другой стороне у нас тоже детский садик новый. Вопросы есть, ответов нет. И вот это комплексная работа, это комплексная работа с подрядчиками. Почему вы вовремя не сдаете эти улицы, которые вы должны, по сути, сдавать на баланс администрации, когда делаете микрорайоны. И я думаю, что это мы только вот такую маленькую точку раскрыли на сегодняшний день, вот этот момент, что вот есть улицы такие, а если взять другие микрорайоны, вполне вероятно, что такая же история, да. И мы понимаем, почему там не убирают, снег не чистят. Кто будет убирать? Машины ставят по обочинам, пробки образуются, люди нервничают, да. Почему? Да потому что нет програмотного подхода к этому. Там просто хозяина нет. Нет хозяина. Нет хозяина, соответственно. Появится хозяин в городе, появится, будет, надеюсь, что будет намного все лучше. Давайте в оставшиеся несколько минут до рекламы все-таки еще поговорим о текущем дорожном ремонте. Я знаю, что Константин принес некую бумагу с цифрами, очень любопытную. Да. Ну вот знаю я, по крайней мере, да, информация от города администрации уже поступила, что к 20 октября Киров русская должна быть сдана. Мы тут как раз в понедельник говорили, что очень странно ее будут сдавать, похоже. Что с ней будет через год и следующей весной большой вопрос. Конечно, конечно, что на сегодняшний день Киров русская практически 75% уже сделано, да. Они сейчас с двух сторон идут укладчиками, выкладывая верхний слой. Встреча на Эльбе такая? Да, да, встреча там. Вот интересно тот момент, я буду проситься на тот момент выехать, когда они оба зайдут вместе, и там, наверное, приедут все и будут перерезать ленточку, что наконец-то встретились. Но сейчас они друг на друга идут, два укладчика. И обещают, что где-то дней 5-6, и уже они, может быть, сойдутся. Но у нас еще, давай, уже увидят друг друга. Да, 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 у нас еще остается с вами обочины, съезды и вот эти все моменты, они, конечно, утягивают на продолжительный период времени, и утягивают там в 20 октября. Я надеюсь, что к этому времени контракт будет закрыт со стороны подрядчика. Уже положительные нотки есть, плюс погода позволяет. Мы сами с вами видим, что у нас пока не сильно дождливая осень. А то, что температура пограничная поначалу. Да, температура пограничная, она вот так у нас бегает, до плюс 10, потом падает до плюс 3, местами где-то и до нуля падает. Ну вот сегодня ночью минус 1, минус 2, нам обещают. Да, вот мы этот вопрос уже дирекции дорожного хозяйства задавали. У них сейчас на сегодняшний день подрядная организация использует специальные добавки в смесь асфальта. По сути, документы они нам в ближайшее время должны официально предоставить, согласно нашему письму. Все-таки на основании чего укладка асфальта производится при температуре ниже 5 градусов. Обещают, что в рамках технологии все соблюдается. Вот увидим письмо, и после этого я могу уже четко высказать позицию. На основании чего, каких технологических моментов, на основании совсем каких стандартов, ГОСТов это все придет. Почему? Потому что по этому вопросу есть с нашей со стороны рабочей группы. Есть вопросы, потому что мы тоже изучаем, но пока раскрывать все карты не буду. Что это за добавка такая? Да, что это за добавка. Там еще проблема в чем возникла? Когда они выложили вот этот средний, как он выравнивающий слой, что после этого была некоторая пауза, и сельхозтехника сильно там грязи понарезала. Да там не только грязи, там вопросы. Есть технологические нарушения по транспорту, когда там укладчики не может стоять больше положенного времени на новом асфальте. Он либо съехать, либо он должен постоянно перемещаться. Но это все дорожники эти представляют моменты. Нас обещают, что со стороны дирекции должен хозяйство ведет тщательный контроль. Посмотрим. Пока дорога не сдана, пока суммы до конца не заплачены, говорить о том, что там есть какие-то проблемы. Да, они существуют, они везде существуют. Но вот надо сначала посмотреть, как будет и в дальнейшем, и гарантийные обязательства. Ну, Киров русская, оно проблемное, и оно проблемное не из-за того, что там дорога пока плохая, из-за того, что, наверное, подрядчик силы не рассчитал свои в свое время, когда заходил на этот объект. И сейчас мы плоды пожимаем, те, которые есть. Но надеюсь, что до конца контракта они уложатся, и все будет замечательно. И в следующий год такие моменты не будут повторяться. Не знаю, будет работать, не будет работать. Подрядчик в следующем году, это все зависит от контрактной системы. Но гарантийный это обязательно. Но гарантийный он обязан будет. Это не то, что он обязан. Четыре года. Четыре года гарантийных обязательств найти по данному участку дороги на сегодняшний день. Хотя вот Багир Багирич тут сомневался. Ну, у нас сомнения есть, понимаете. Вот честно, наблюдая по всем картинкам, которые есть, ну, по всем гарантийным обязательствам, которые у нас по дорогам, у нас практика сохраняется просто-напросто слива организаций. по некоторым участкам на сегодняшний день, например не буду лукавить была такая в том году фирма Самострой которая выполняла два обычно его сносят Самострой которая выполняла пару участков дорог в городе Кирове и в Слободском на сегодняшний день данная организация может и существует, но точно уже не в зоне действия Кировской области Самострой самоустранился а это как раз участок съезд на Садыке, это улица Ульяновска небольшой участок они делали потом Герцена и вот такая тенденция есть, сейчас с нашей стороны изучается одно из предложений, которое я могу озвучить маленько позже, мы сейчас предлагаем как бы внедрить в систему гарантийных обязательств всем известную технологию чтобы не самоустранялись сейчас пора мы работаем позже где нибудь там в течении пару недель мы выдадим как говорится Мы то говорили про страхование это уже не страхование другая идея Это страхование ну понимаете там просто говорили уже да я знаю что вы об этом говорили но понимаете там еще есть моменты, есть нюансы, которые сейчас просто говорить, что да, это 100% будет страхование. Я не могу сказать, что это 100%, потому что есть нюансы. Ребята, да, я знаю, ребята говорили, что это страхование, но они тоже тут дискуссию устроили по этому поводу. Понимаете, это надо прорабатывать, и мы сейчас это прорабатываем совместно со страховыми агентами, со специалистами, проще сказать, которые в этой сфере крутятся, вертятся, и это очень... не на территории даже Кировской области решать на сегодняшний день, будет ли такое новшество, но работаем в этом направлении, сейчас привлекаем все больше и больше специалистов, чтобы понять все-таки, упаковать этот кейс, проще сказать, чтобы его можно было показать на уровне уже на федерации, в том форме, в котором мы будем работать. Этим рабочая группа, да, занимается. В убыток себе, в явный убыток, там ведь никто не согласится работать, да? Ну, поймите, что изучив удорожания контрактов, мы понимаем, грубо, удорожание контракта, ну, сумма контракта 15 миллионов, удорожание контракта 0,15%. Вот давайте так, просто это... 200 тысяч рублей примерно. Ну, это вот, ну, да, это по сути получается, вот мы берем, если контракт 15 миллионов, 1%, это сколько у нас получается, это 150 тысяч, а удорожание контракта 0,15%. Это вот из тех цифр, которые на сегодняшний день, я вам могу сказать, то, что мы изучаем, да, то, что мы со специалистами на сегодняшний день прорабатываем, да, они нам говорят, что при страховании данных видов работ удорожание контракта на 0,15%. Да, оно незначительное. Это незначительное удорожание, с учетом того, что сколько зарабатывает подрядная организация на этих контрактах, да, и контракты у нас самые большие, это вот самый большой контракт был в этом году на Киров, ну, вот 240 миллионов. Там 380 общий контракт получается, там был контракт, да, это самый большой контракт за всю историю, можно сказать, города Кирова, не считая путепровода, но и то, это как бы... Немножко другая история. Да, маленькая другая история, да. То мы не видим на сегодняшний момент, что это очень глобальное удорожание данных контрактной системы, это незначительное. Но это подстраховка заказчика, это, во-первых, отсеивание вот всех таких самостроев, которые на сегодняшний день сливаются, вот такая ситуация. Константин Сенчихин, член регионального штаба ОНФ, член региональной общественной палаты, у нас сейчас реклама, и мы будем возвращаться через минутку. Продолжаем нашу беседу с Константином Сенчихином, членом регионального штаба ОНФ и членом общественной палаты Кировской области. Ну, так или иначе, мы все про дороги сегодня говорим, да, про инфраструктуру, про доступность для автомобилистов, для пешеходов. Если вы следите за новостями общероссийского народного фронта, то знаете, что на прошлой неделе состоялся рейд по подземным пешеходным переходам, и членов ОНФ интересовал вопрос, а можно ли пользоваться теми подъемниками, да, лифт там еще есть? Да, там лифт на улице Ленина в районе Солнечного берега. Собственно, как люди с ограниченными возможностями должны преодолевать эти барьеры? Вы выяснили, что невозможно? Да, там, во-первых, невозможно, и не было никогда, наверное, невозможно, но в Солнечном береге там проблема, там же не только для инвалидов, там для мам с колясками, а там микрорайон молодой, новый, и мамы могут и прогуляться, куда-то сходить, и через дорогу тоже, и там больница на другой стороне, инфекционная, всякое бывает. И в данной ситуации мы, когда выехали на улицу Ленина, мы приехали туда и обнаружили, что просто-напросто эти оба лифта, они не работают, и хотя там есть видеонаблюдение, хотя там есть диспетчерская служба, хотя человек, который сидит по ту сторону, в диспетчерском кабинете, он видит нас по этому видеонаблюдению, и хорошо, и разговаривает, и при том говорит... Еще и понимает русский язык, и жесткий язык, и говорит, а правда, что ли, не работает? Да правда не работает. Такое чувство, как вот они никогда об этом не знали, и вот тут вообще российский народный фронт появился, и им говорят, так не работает. Либо никто не пользуется, либо люди уже свыклись, что так правда это ничего не работает. Да такое ощущение, что никогда не работало. Да, и такое ощущение сейчас, никогда не работает, и вот сегодня появилась информация с одного источника информационного, что администрация уже и признает, что если лифты, она говорит, что периодически они, да, там есть диспетчерская служба, есть сервисная компания, они, да, периодически ломаются, их ремонтируют и опять начинают работать, то, например, подземные переходы, те подъемные механизмы, которые для инвалидов обустроены, это у нас порядка трех подземных переходов и порядка шести подземных этих механизмов, они не работали, а если работали, то максимум работали месяц, потом они опять ломались, и чтобы... На торжественном открытии работали. Да, и чтобы их, например, на открытии-то их, да, презентовали. Чтобы даже нанять их кого-то сюда, чтобы их отремонтировали, это порядка там на вкомандировку, нанять какую-то специализированную организацию, которая приехала, в общем, бюджет должен потратить на это ненужды порядка миллиона рублей. И они работают... Это на все три подъемника вот эти, на все три перехода, на все три подъемника. Вот чтобы их отремонтировать, они приезжают, их ремонтируют, миллион рублей тратится, потом они опять работают месяц, полтора максимум, потом кто-то их там каким-то образом опять ломает, и они опять все выходят из строя и опять не работают. И на сегодняшний день администрация говорит, что они пришли к выводу, что проще их убрать и подземенить другими механизмами. Либо... Что за... Ну... Убрать под другие поставить... Да, и вот у нас вопрос-то встает, блин, а зачем тогда деньги-то тратили? На каждый, по сути, пешеходный переход потратили порядка полтора миллиона рублей. Это по 700 тысяч рублей. Каждый механизм, да. У нас их три. А давайте пересекать. Четыре с половиной миллиона. Напротив бывшего магазина «Рассвет» на Воровского. Это перекресток Воровского-Конева, точно там знаю. Это три... Это получается все на юго-западе. Это в районе Глобуса один на сегодняшний день. А там, тем более, еще... Там даже урна бетонная стоит. Прямо вот, где подъемник поднимается, там прямо стоит урна бетонная, да. Там даже и речи нет о том, что он что-то там работал. То есть там никто и не предполагает, что он работать может, да? Да. Потом в другом, это немножко подальше, там вот в районе Конева, там их два перекрестка. Один на улице Воровска, а другой, получается, на улице Поконева. Ну да, Поконева, получается, по улице, да. Вот все вот эти шесть подъемных механизмов, трех перерывов, они не работают. И я думаю, что они, ну, за свой век, может быть, поработали пару раз. Вот и все. А вот как стоят, пылятся там, кто-то на них рисует, кто-то на них прыгает, кто-то еще каким-то образом. То есть там внешнее это воздействие человеческих факторов-то действует на них тоже? Я не заметил, что там какие-то вандалы их что-то выковырили, там кнопки лежат, пульты лежат. Никто же пульты не обрезал. То есть никто кувалды не разбивал? Никто, нет. То есть это изначально, судя по всему, не работающий механизм. Они в нормальном состоянии находятся. Визуально по ним не видно, чтобы их ломали, там, не знаю, выгибали проволокой. Это просто на сегодняшний день там видно, что администрация их сложила, замотала проволочкой, чтобы лишний раз их никто не дергал. И так и оставила до лучших времен. А лучшие времена, они никогда не наступят с учетом того, что денег в бюджете нет. На содержание этих подъемников денег, я как понимаю, тоже нет. И вопрос встает, а зачем? А зачем применять такие технологии? Зачем говорить, что у нас доступность есть для инвалидов на сегодняшний день? Хотя ее нет, и мы сами это видим. Но это в требовании федерального цен. Нет, подождите, было же решение суда, насколько я помню даже. Так оно даже не... Ну, решение суда, все вероятнее, раз выполнили, потратили... Поставили, отчитались. Да, потратили там, грубо, миллион рублей на содержание, там, сделали их еще каким-то образом. По бумагам они находятся, а по факту они не работают. И это везде. Так же, как мы видим на улице Ленина, по факту не работают лифты. И так же мы видим эти подъемники на улице Воровского. Для чего это делается? Для бумажки, для отчета. Это неправильно надо делать для людей, во-первых. Да и плюс к тому, что пользоваться этим даже подъемником, согласно инструкции, там, у каждой инвалида должен быть ключик. У каждого свой? Да, у каждого... Нет, он общий. Просто каждому, наверное, по ключику должны были раздать. Ты должен подъехать, ставить ключик, повернуть, включить, нажать на кнопочку и поехать. Ну, либо какой-то служащий тебе должен дать ключ, чтобы ты... Либо кто-то там должен в окружности ходить. Оператор какой-то должен быть. Оператор, да. Потом ты проехал переход, он тебе подбежал, дал второй ключик от второго подъемника. Конечно, конечно, конечно. И вот понимаете, мы с вами все разумные. Изначально неразумные. Изначально неразумные. Изначально ты понимаешь, что эти механизмы работать не будут в том... Даже если их восстанавливать, если их содержать, либо еще каким-то образом в том форме, в которой они должны использоваться, они просто-напросто не будут работать. И сейчас, на сегодняшний день, ответ со стороны администрации только один, что надо что-то менять, надо что-то делать. И опять же мы приходим к тому, что... Какой-то официальный запрос от вами? Нет, мы запрос отправили. Нет, мы, конечно, уже на сегодняшний день отправили запрос. Просим пояснить эту ситуацию. По-моему, просим разобраться в этой ситуации, почему ничего не работает. Но вот я говорю, последний информационный источник читал, который провел беседу с новым главой благоустройства и Симаковым Олегом Дмитриевичем. Он комментирует эту ситуацию, что да, это по-честному все не работает. И одно радует, что Олег Дмитриевич не скрывает эти моменты. Он говорит, как и есть на сегодняшний день, по сравнению с бывшим начальником Симаковым, который постоянно нас пытался какими-то путями обходными обводить, что да вот тут сломалось, да тут починим, да тут еще что-то. Олег Дмитриевич говорит честно и правдиво на сегодняшний момент, что есть такая проблема. И эту проблему они собираются решать только не восстановлением, как я понимаю, этих подъемников, потому что это очень большая нагрузка на бюджет, а решать другими способами. Либо находить другие механизмы, более подходящие, либо на сегодняшний момент убирать эти механизмы. У нас же есть остальные подъемники, остальные пешеходные подземные переходы, они не без подъемников. Ну да, там, конечно, тоже для инвалида очень плохо перемещаться, только с помощью кого-то. Ну, а что сейчас? Я не знаю просто на сегодняшний момент, как решить эту проблему. Вообще изначально, первоначально изучалось, а нужен ли в данном месте этот подъем? Пользуются ли этим подземным переходом люди с ограниченными возможностями? Вот, вопрос-то еще в изучении была ли какая-то там... Почему именно здесь поставили? Почему не в другом переходе? Не, ну, понятно, там напротив инфекционной больницы. Но я думаю, понимаете, как бы для проектирования даже подземных переходов обязательно должно быть предусмотрено место, ну, как бы для маломобильных групп, какой-то подъемный механизм, либо какая-то там, ну, просто подъемный механизм. Вот, и без прохождения проекта, без этого механизма проект не пройдет государственную экспертизу. И все вероятнее, вот, из того, что было, то и предусмотрели. Мы сейчас, конечно, попытаемся еще проверить практику других регионов, как там с этим проблемы борются. Нам постоянно показывают на Казань, постоянно показывают на другие большие миллионные города. Да, надо посмотреть там, как с этой проблемой борются, и как эту проблему там решают. Да, и еще один момент. У нас же администрация никогда, по-моему, анонсировала, что у нас и новые должны появляться подземные пешеходные переходы. Чем дальше, тем больше их, чтобы там контроль был. Конечно, конечно, да, говорят, что надо опять строить, надо строить. Но если мы будем строить, одно дело, рабочий подземный переход, но при этом про маломобильную группу будем так к ним относиться, как сейчас относимся, да, так смысл в затрате, в финансировании этой части. Спасибо. Завершается на этом программа «Дневной разворот». Без 15 часа, 13 на часах у нас сейчас новости будут. Далее тематические программы. Программа «Особое мнение» в 13.05 по традиции. Константин Синчихин, наш гость, член регионального штаба ОНФ, член общественной палаты Кировской области Николай Голиков. И Владимир Сметанин. Спасибо. Продолжение следует...